На 14 февраля дарили друг другу что-нибудь? Кто-нибудь? Где-нибудь? Когда-нибудь? Вы тут вообще любите друг друга? Или вы просто... Чисто секс у вас в Санкт-Петербурге? Лютый. Лютый? Бля, это, конечно... Это заявочка, так сказать. Хочешь лютый секс? Мне кажется, дьявол даже такой... Будет жестко, но не люто. Лютый, это же, как говорят, что лютый мороз, а лютый секс, это когда она тоже на руки дышит. Вот так вот. Когда, знаете, у него волосы в носу сразу такие костенеют, джинсы твердеют. И после минета у нее пар изо рта. Это все мои аналогии. На слово лютый. Здрасте, как вас зовут? Ульяна. Ульяна, скажите, пожалуйста, вы в Санкт-Петербурге. Что вы делаете в Санкт-Петербурге? Я живу в Санкт-Петербурге. Это неплохо. Видимо, недавно сдали анализы. И сдала анализы, да. И неплохо, можно жить, да, вам сказать. Скажите, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы жить в Санкт-Петербурге? Я работаю. Замечательно. Современно. Живу в семье. Живете в семье. Если вы еще не в своей... Нет, в своей не повезло. А просто каким-то образом провернули эту историю, что теперь я с вами. Вас пытались прогнать, но вы очень... Ульяна это ненастойчивое. Случайно не так переводится? Вы в своей семье живете? У вас есть муж, дети. Это ваша семья? Да, да. Мои друзья, семья, да. Вы шведская семья, вы с друзьями живете? Нет, вы живете с мужем и с детьми. У вас много детей? Да, один. Один? Один. Это мальчик, как я понимаю? Мальчик. Да, угадал. Соответственно, а для того, чтобы купить мальчику какой-то подарок, вы на работе куда-то ходите? Конечно, я работаю. Куда вы ходите? На работу. На работу вы ходите, это замечательно. Это сразу чувствуется, что вы решили пойти проверенным путем, ходить на работу, чтобы заработать денег. Да, да, конечно. Потому что я раньше ходил же в кино, но там почему-то не платили. Я везде хожу. Вы везде ходите? Да. Да, у вас есть часы с шагометром? Вот у мужа есть. У мужа есть? Да, он мерит. Это какая интересная у вас комбинация, что вы звоните, а муж ходит рядом. Да. Это интересно. Сколько мы прошли? Давай я тебе отдам часы и не буду с тобой рядом ходить. Я тебя прошу, родная, это странная история. Что вы делаете? На какую работу вы ходите? Кто вы по профессии? Я финансист. Вы финансист? Да, снова финансист. Вы снова финансист. А вы не могли бы сузить? Потому что финансы большая отрасль. Чем конкретно финансами вы занимаетесь? Ну, финансы. Денежки считаю. Денежки считаете? Да, да. Куда уж уж это. Это хороший финансист. Очень хороший, да. Это хороший финансист. Да. Либо вы думаете, что она столько тупой, что... Давай рекламные. Давай рекламные деньги. Рекламные деньги? Да. Рекламные деньги? Много денег. Я знаю. Да. Я знаю. Я до сих пор помню Пепси. Благодарен. Мы благодаря Пепси купили участок. Я теперь, когда на участок выхожу, я всегда вот так вот... Неважно, что я держу, я всегда типа за Пепси. Это все за Пепси. Хорошо, что не шампунь. Хорошо, что не шампунь? Нет, я за шампунь бы тоже пил. Но за шампунь там... Ну, мне бы не предложили шампунь. Кто подвяжется на рекламу шампуня? Прикиньте меня. Это какой-то чистый прикол, где такой. Я так раз реклама шампуня. Привет. Только если до и после. Да это что за шампунь? Не верьте. Не бывает такого шампуня, что ты помыл голову, и у тебя выросли волосы. Не бывает. Бывает наоборот. Бывает наоборот. Ты помыл голову, и что-то пошло не так. Скажите, пожалуйста, есть какая-то мечта? Что-то еще хотите? Что хотите, Уляна? Уляна, вы здесь уже? Море. Вы не стесняйтесь, Уляна. Вы что испугались? Море, путешествие. Вы хотите море и путешествие. Куда поедете? Когда откроют границы? В Италию. В Италию. В Италию. Вы уже были в Италии? Да. Я не был ни разу в Италии. Расскажите, пожалуйста, а где вы были в Италии? На Этне. Где? На Вулкане. И все равно? Сицилия. 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 Там, где мафия, было опасно? Было опасно. Сейчас там мы, между прочим. Что вы ели в Италии? Есть любимое блюдо? Это макароны? Макарони. Макароны? Да. Пицца, это итальянское все? Наверное. Роллы? Нет? Нет. Это не оттуда? Не о том, да. Это хорошо. Поехали в Абхазию? Поехали в Абхазию? Сейчас? Да. Вот прям сейчас. Она же открыта все. Зачем нам Италия? Я не знаю, насколько не складывается с рекламой, что вы решаете. Италия или Абхазия? Вы знаете, если мне когда-нибудь у меня будет выбор, я очень люблю Абхазию. Ни разу не был там. Но в целом, когда стоит такой выбор, мне кажется, Абхазия, это когда не выбор. Это когда такой, типа, вот путевки дали на работе. Ну а Сочи? Сочи? Вы были в Сочи? Да, это же рядом. Вам что, в целом, в целом, тут тоже много рядом каких-то мест, можно зайти. Это же не надо по этому принципу выбирать. А там тепло. Да, ну блин, столько денег. Вы были в Сочи? Да. И вы были в Италии? Да. Ты иногда смотришь на цены и думаешь, это в рублях или в евро? Что с Сочи? За что мы так? Да не так уж тепло, если что. Тогда уж дайте прям тепло-тепло. И песочек, пожалуйста. Да. Потому что вот это, вот это, по гальке, вот это думаешь, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, фу, еще один шаг. Та-та-та-та-та, о-о-о, вообще горячо все. Все. Дети же очень часто любят играть с галькой. Я же сколько в жизни-то построил замков из гальки. Когда ты просто цемента намешал, чтобы все камни закрепить, чтобы их не размыло. Все. Навсегда строишь конструкции. Не, я чисто из-за этого. Вот у нас строят конструкции. Молодой человек. Молодой человек. Спасайте Ульяну. Она все. Она соскакивает. Здрасте. Я все последние пять минут думаю, блин, когда это закончится. Когда это закончится? Это закончится, когда мы придумываем очень смешную шутку, и я вас отпущу. Давайте. Да, у меня есть принцип. Если это идет не так, как я планировал, значит, это будет идти долго. Это мой принцип. Я тренирую фактор не сдаваться. Можно расслабиться. Это мотивационный концерт, где у меня очень долго не получается, но в конце получился таки. Это он, конечно, красавчик. Вылез из этой ситуации. Мы думали не справиться. Мы думали, он в какой-то момент уйдет. Вы же понимаете, еще там нет выхода с той стороны, и я не могу уйти с позором через весь зал. Это будет очень долго. Там стена? Стена там? Да. Поэтому тут, да, тут стена. Я даже не знаю, что там. Там стена какая-то. Ну, блядь, это подоконник. У меня есть шансы. Но сам я не буду рисковать, потому что это будет еще хуже. Если я начну выбираться, у меня не получится такой. И через всех. После успешного концерта, когда ты проходишь вдоль зала, люди выставляют руки, ты можешь дать пятерки. Тут я буду выбегать и, блядь, буду думать, что меня хотят задержать и схватить. Шутка огонь. Готов. Микрофон. Давайте, давайте следующему. Я понял. Все, давайте. Сыграем в Сифу. Давайте следующим. Вы же большая компания. Давайте всеми пожертвуем. Я уже здесь. Мой друг, как вас зовут? Олег. Олег, Олег. Олег, вы средний. Передавайте, пожалуйста, микрофон дальше. Олег, чем вы занимаетесь? Я здесь. Вы здесь, да? Да. Вы занимаетесь какими-то прекрасными вещами? Ну, я работаю, да. Замечательно. Хорошая работа у вас. 100% позитивную пользу людям приносите. Вряд ли вы убийца. Да? Вряд ли. Вряд ли. Конечно, Олег. Ну, какая у вас работа? Юрист. Вы юрист. Вы защищаете убийц? Скажите, пожалуйста, вы какое-то дело сейчас... Вы в суде выступаете? Бывает, да. О, замечательно. У вас есть костюм. Вы говорите, протестую. Ну, я только по фильмам знаю, я не знаю. В нашем суде это протестуют? Есть такое, что можно сказать, я протестую во время заседания? Я говорю, но редко. Вы говорили, но редко? Ну, потому что все... Ульяна, а уже слишком поздно. Это не Ульяна? У вас очень похожий голос, как у Ульяны. Сейчас мы к вам вернемся. Подождите, не теряйтесь. Итак. Олег, какое дело вы последнее защищали? Бабушка... Затопила. Бабушку затопили или бабушка затопила? Бабушка затопила. Бабушку. Бабушка затопила. Бабушка затопила. Затопила. Затопила кого-то. Эти соседи пожалелись на бабушку. У бабушки что, ничего нету, соответственно, да? И вы бабушку что, засудили? А я молодец. Не, я помог ей разобраться в этом деле. Вы помогли бабушке разобраться. Разобраться, да. В гости приглашала, но там должно быть какое-то... Вы когда зашли к бабушке, вы проверили, что все краны выключены и только потом сели за стол? Чем угощала бабушка? Бабушки же угощают. Это же бабушкины... Я помню бабушкины оладушки. Это же... Это когда ты взял и думаешь, все, я никогда не похудею больше, все. Это сразу холестерин в сердце напрямую просто. Знаете, такой жирный оладушек, который ты съел, у тебя вот этот жир на пальцах остался, ты просто его вот так в руку втер. Как крем. Ну, полезно же. Просто. Так, и чем угощала бабушка? Ну, я приехал к бабушке под вечер. Ну, после работы. Олег. Только, пожалуйста, не говорите, что это вы кричали про лютый секс. Пожалуйста. Мы думали это в другом смысле. Олег, ну вы замечательно. Значит, еще и гостеприимство... То есть бабушка, она же как вас еще отблагодарить могла? Вряд ли она как-то могла отблагодарить. Она говорит, ну, пожалуйста, хоть как-то мне будет приятно вас пригласить. И вы уделили время, потому что все-таки приятно пожилому человеку сделать. Приехали к ней под вечер. Что? Чем она? Что накрыла? Борщ она... Не, она сделала борщ. Она сделала пироги. Она поставила коньячок. Была... Она включила муз... Где ты ее рядом в ахере вообще? А мы кого встречаем-то вообще? Что происходит? Ну, замечательно. Коньячок, борщ, пироги. Вы поели. Все замечательно. Да? И поехали домой? Нет. Нет? А куда вы поехали? Она открыла альбом и рассказала о своей жизни. Она открыла альбомы, и вы терпеливо ее высушили. Олег, спасибо большое, потому что мы знаем взрослому поколению. Наверняка у нее просто, ну, кому некому говорить. Если бы у нее были там какие-то дети и так далее, она вряд ли бы вам. Вы с детьми решали бы этот вопрос, а не с ней напрямую. И что у нее за жизнь? Расскажите, пожалуйста, Олег. Ну, она сказала, трудная у меня жизнь. Обняла меня. Вот вы ужасные, вот вы ужасные, а? Я максимально съезжаю, вы все равно думаете, что он трахнул бабку, да? Вот вы ужасные, просто ужасные. Сам ведь интеллигентная столица. Вы просто... Олег, этого не было, этого не было. Давай. У нее ужасная, тяжелая жизнь. Ну, она говорит, да, тяжелая жизнь. Говорит, спасибо, что помог разобраться в деле с затоплением соседей. Все отлично. Поинтересовалось, как я живу. Чем, может быть, она, может... Вы тоже открыли свой альбом? У вас был с собой альбом, что... Вы просто на слова... А, ну вы в телефоне показали фотографии. У вас есть семья? Есть жена? Нет, ни семьи нету, ни жены. Олег, ну потому... Но теперь все люди будут знать, что вы золотой человек в Санкт-Петербурге, понимаете? Такого человека надо захватывать, ухватывать и придерживаться такого, с таким сердцем большим. И так, что вы рассказали про свою... У вас тоже нелегкая жизнь? Полегче, полегче, чем у нее. Полегче? Полегче, на самом деле. Так, хорошо, хорошо. Вы ей рассказали. Она... Ну, надо было придумать. Надо было, чтобы она такая сказала... Не, у меня попроще. Ты извини, что напрягла так сильно. Окей, спасибо большое. Конечно, что поможет тебе помочь. Ты, если хочешь, пироги забери с собой. И коньячок. Так она так и сказала. Она говорит, забирай все, что у меня есть. То есть там... Только сердце не трогай. Давайте Олегу поаплодируем. Вот это замечательный человек. Олег, если вы хотите что-то добавить еще, пожалуйста, если есть продолжение, с удовольствием. Нет? Не отговаривают. Отговаривают? Да. Вы с бабушкой пришли? Она говорит, ты что про нас все рассказываешь? Олег, ну вы золотой человек, золотой.